На восьмом месте новость, которая довольно активно обсуждалась в российских социальных сетях. Может быть, она обсуждалась бы и в международных тоже, но, к сожалению, Геннадий Хазанов за пределами России, ну и, наверное, Израиля, в общем-то, нигде больше в мире неизвестен. А новость наша трешевая состоит в том, и это восьмое место, заметьте, что во время встречи Геннадия Хазанова, это наш известный комик, выпускник кулинарного техникума, и Владимира Путина, это наш второй известный комик, выпускник высшей, по-моему, школы КГБ. Геннадий Хазанов надел Путину на голову, ну или, по крайней мере, сделал попытку водрузить Путину на голову, точную копию императорской короны. Видел я эту фотографию. Корона, на самом деле, очень нарядная такая, такая вся из себя бархатная, да со всякими поддельными искусственными жемчугами и прочее, прочее. В общем-то, что на Хазанове, что на Путине смотрится очень богато. Владимир Путин, президент Российской Федерации, в очередной раз проявил скромность. То есть он сказал, что, конечно же, не нужна ему эта корона, и никакой он не император. И, в свою очередь, водрузил эту корону на голову Хазанову. Хазанов у нас тоже не император, даже среди комиков, я боюсь. Тем не менее, корона осталась у него. Что в этой новости интересного? Ну, трудно сказать. То есть, в принципе, наверное, она до некоторой степени характеризует ту атмосферу обожания. И, переводя слово с английского на русский, знаете, в английском есть такое отличное выражение. Brown nose, то есть коричневый нос. Это когда человек засовывает свой нос вот в то место, которое покрывает его чем-то коричневым. Не подумайте, что шоколадом. Вот так вот это вот самая атмосфера коричневого носения в отношении Владимира Владимировича Путина. Ну, вот он у нас уже теперь император всей Руси.